у нас центральный банк прикончил платежную систему киви до десятки тысяч сотни тысяч этих кошельков теперь замороженные деньги непонятно что там с ними будет и сперва я подумал что ну в общем то по делам это очень такая не очень такая в общем приятная компания и занимается на вполне себе такими серенькими операциями порой но потом я узнал что оказывается так вот случайно получился вот практически ровно месяц назад она была продана и вот эти вот хозяева миллион миллионы этих долларов получили не она нам теперь каким-то там оффшором вроде как китайский каким-то полукитайским компаниям принадлежит не в общем то все в порядке вот ну кроме конечно же кошельков пользователей слушайте когда власть говорит о том что киви банк лишен лицензии и кошельки значит и вся эта деятельность операции заморожены под предлогом того что они вообще не чисты на руку что они работают на каких-то крипто обменщиков валютчиков что они работают на букмекеров или онлайн казино и знаете это очень красивая картина только вопрос да а с кошельками граждан что будет происходить если центральный банк решил что нужно все это дело уничтожено вы граждан защитите а здесь на минуточку закон о страховании вкладов не работает потому что это не не на счета и вклады как таковые это электронные кошельки и к ним другое отношение поэтому права граждан не защищены от слова совсем когда эту компанию месяц назад продали за 20 миллиардов миллиардов долларов там безумная цифра да мы должны прекрасно принять что миллионы граждан нашей страны хранили там деньги понятно что у всех суммы разные но это кровно заработанные деньги российских граждан и центральный банк и правительство обязана эти условия учитывать и обязаны эти деньги гражданам вернуть в конце концов а в чем проблема да но возьмите вы значит на один день объявите по радио заранее что у граждан есть возможность свои средства вывести сделать там ограничение у кого-то миллиарда лежат на счету естественно там нужна проверка насколько эти деньги законы но рядовые граждане которые там мы хранили свои там я не знаю похоронные ли что-то там тому подобное деньги на кредит на ипотеку в конце месяца но вы людям то верните эти средства вот получается совершенно обратная картина что власть это дело арестовывает и денежки потом в неизвестном направлении уходят понятно что будет ликвидировано юрлицо но простите а деньги с этих счетов которые в экономике уже учтены они куда денутся они пойдут в карман к правительству они пойдут в карман к чиновникам а люди люди достойны правительства которые они имеют да потому что они знают как с ними обращаются они видят этот этот настрой власти и готовы это терпеть это значит что за этим шагом будет следующий который опять залезет людям карман и опять заберет то что по праву принадлежит им когда мы слышим о том что оказывается какое-то время там недавнее назад месяц назад все это дело еще и в офшоры каким-то образом все это чуть ли не задним числом все это было оформлено понятно что спланированная операция спланированная акция и все заинтересованные лица остались при своих опять элиты поиграли друг с непатриотично мы относимся к правительству нашей страны она чё делает она чем занимается она кидает собственный народ и если там кто-то говорит про не каких-то там букмехеров или онлайн казино слушайте но у власти есть безграничные возможности это эту деятельность курировать контролировать значит запрещать или все что она посчитать с ней нужно сделать да но вместо этого нет пожалуйста все это функционирует когда кто-то репост неправильный сделает или там лайк не туда поставить тут как тут ребята в масках в наручниках упаковали увезли в неизвестном направлении потом родственники задаются вопросом да что дел а здесь вот все работает все функционирует почему потому что при этой системе социально-экономической формации бал правит тот у кого деньги и тот у кого деньги он заказывает музыку он дает премии сотрудникам правоохранительных органов или судейской власти он рассказывает средствам массовой информации что нужно писать и те контролирующие структуры которые должны прийти внезапно внезапно не придут почему потому что они на этом кормятся они видят в этом личную выгоду личный интерес и этот интерес становится на первый план а возможности отстаивать интересы граждан да такой вопрос вообще не стоит или если стоит только только на словах поэтому все это выглядит максимально паршиво да максимально подло подло по отношению к населению со стороны власти который в очередной раз наплевала есть на мой взгляд перед президентскими выборами не боится этого сделать да мы тут прикинули с товарищем да какие какие последствия ну понятно что у киви есть какие-то кредиторы да скорее всего может быть заемные средства может быть какие-то обязательства но там сама компания отнесла не хилое бабло да очевидно что она была на плаву да в принципе как и любой банк да финансовый капитал самый высший своей эволюционной стадии естественно махинации возможности там очень широкий но помимо всего прочего да помимо вот этого баланса доходов и расходов есть еще и огромная масса денег которые принадлежат гражданам и вот это все просто у общества и займут и кто-то будет плюс одна вилла где-нибудь за рубежом плюс один супер джет или роскошная яхта